Русский богатырь, флоридель. Попробуйте флоридель. Где-то между русским богатырем и кардиналом на шести уральских сотках растет Вова Путин. Краснеет несколько раз за лето. Куст низкорослый, неприметный, растет запутанно. Плоды особо крупные. Селекционер Николай Андреевич признается и не ожидал, что сорт Путин будет настолько устойчив и плодовит. Вова Путин скороспелый сорт, ранний. Он плодоносить начинают уже в конце июня. Вову Путина в помидоры вывел бывший политработник, сотрудник силовых структур. В строгости и лишениях. Так что его Путин невероятно устойчив к внешним воздействиям среды. Засуха, заморозки, все ни по чем. У меня все сорта неприхотливые. Причем они растут в экстремальных условиях. В экстремальных условиях это как? Это значит, что у них есть, от самотонии и получают. Отдушины после работы в МВД для Николая Андреевича всегда были его грядки. Он с товарищами по коллективному саду вместе вывел не один десяток сортов. Плоды любимого дела называл именами любимых. Здесь есть Алиска Красавица, Валентина и Наташка. Но вот Вову Путина, признается автор сорта, он назвал совсем не по любви и не в честь президента. Когда-то в деревне был Вовка Путин. Путал все. Вот ему и дали такое название, что вот он путает все. Путанный куст? Да. Впрочем, скорее всего, бывший политработник лукавит. Свои семена он продает. А когда в коллекции появился сорт с громким президентским именем, дела пошли в гору. Сейчас его Вова Путин растет по всему миру. Сколько вы можете пакетиков с Вова Путину в год продать? До тысячи. В разные уголки именно мира. Почему? Потому что Вова Путин в Испании есть. Вова Путин в Болгарии есть. Вова Путин есть в Башкирии. Есть в Казахстане. Есть в Узбекистане, в Таджикистане. На Украине есть? На Украине полно. Я столько посылок отправил с Вову Путином на Украину, что и народ там выращивает, и довольный. Он там растет прекрасно. Впрочем, через границу Вову Путина пенсионер переправляет незаконно. Посылать почту и семена по закону нельзя без специальных справок. Так что пакетики с Путиным разлетаются по миру незаметно в ручной кладе или личных вещах. Не растет Вова Путин пока только в США. Но это, уверяет автор сорта, дело времени. У меня сейчас есть уникальная возможность Путина раскусить и проверить, каков он на вкус. Николай должен быть сладким, очень рассыпчатым. Это правда. Такой сахарный помидор. Очень сладкий. На вопрос, не хочет ли он добавить в свою коллекцию еще сортов с политическими именами ради пиара, Николай Андреевич отвечает уверенным отказом. Екатерина Пономарева для Настоящего Времени.